Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о «Говорит, показывает, вопадом». И сегодня речь пойдет о великолепной книге, которую я с огромным удовольствием вам рекомендую от всей души, и которая является комментарием к другой знаменитой книге, к трилоге Александра Бруштейна «Дорога уходит вдаль». Вот такое сложное тезоименитство, такое сложное вступление. На самом деле, вот что я хотел бы сказать. Эта книга необычна абсолютно во всем. Во-первых, я бы сказал даже так, градусом, накалом невероятной любви к русской литературе, к ее лучшим шедеврам, которую испытывает и воплощает в великолепных изданиях Илья Бернштейн. Это его издательский проект «Айбэ», это его серия «Руслит. Литературные памятники XX века», которая не просто является какой-то сокровищницей забытых нами литературных памятников, а которая является настоящим счастливым шансом для этих книг, которые переизданы именно так достойно, как они должны издаваться, я сказал бы, в наши дни, при наших возможностях, при наших филологических мощностях и при завершении многих, скажем так, исторических процессов. Вот. Эта книга родилась удивительным образом. Об этом пишет Мария Ельфонт, филолог, специалист, доцент кафедры литературы университета. Она пишет как раз о том, что книга родилась из сообщества в живом журнале. Это тот самый необычайный и довольно редкий способ, вернее, пример взаимодействия интернет-среды, интернет-сообщества и настоящей, так скажем, большой литературы. Потому что у тревоги Бурштейн такая аудитория поклонников, что первоначальные комментарии, как случайные публикации вскользь созданные, не имеющие такой конкретной оформленной цели, они вызвали бурный отклик. Нашлись люди, которые стали рассказывать о Вильню, будущем Вильнюсе той эпохи, о всевозможных обстоятельствах. И уже потом возникла идея поднять эти материалы, и пошла кропотливая, по-настоящему научная работа в архивах Вильнюса. Пошло воссоздание эпохи и воссоздание целого культурного слоя, из которого мы знаем по биографии Сашинки, героини Бурштейн. И надо сказать, что эта работа принесла потрясающие плоды. Очень странная мысль рекомендовать читать отдельно комментарий от книги. Но я специально не держу в руках две книги, «Дорога уходит вдаль» и «Комментарии Марии Гельфонда». Потому что если вы давно не перечитывали «Дорогу вдаль», откройте, откройте эту книгу. И тогда вы сразу почувствуете непреодолимое, просто нестерпимое желание немедленно взять в руки книгу вашего детства. Потому что «Дорога уходит вдаль» – это все-таки повествование о достаточно давно бывшей и очень специфической эпохе. Достаточно вспомнить, что вот это положение ближней эмиграции, вспомним мы и жизни Давида Самойлова, допустим, в пиарную, вспомним мы и вообще Прибалтику, как такую окраинную империю, отличающуюся особенной, иногда, значит, особо выраженной вольницей, да, ну и вообще какой-то ближней зарубежьей, да, немножечко по-другому, немножечко свободнее чувствовал там себя человек не только за время 70 лет советской власти. Это другое немножко. И вот когда мы об этом читаем, то мы понимаем, что мы, конечно, должны вспомнить тысячу и одну деталь, которая уже утрачена коллективной памятью, да, общественной памятью, и которую эта Бронштейн все-таки не могла при всей своей гениальности внести в трилогию, да, она упоминает эти вещи, но мы совершенно не знаем, как это происходило в ту эпоху. И то, что делает Мария Гельфонд, это по-настоящей воскрешение, воскрешение книги, ее вторая жизнь. Не отменяя никаких литературоведческих изысков, да, и вот надо сказать, что основная нота, которая в этом комментарии вычитывается, это вдохновение. Это, конечно, очень поэтичное чувство любви к тексту, который разбирается, анализируется, и вот по которому и создается этот реальный комментарий. Каждый из упоминаемых персонажей в книге Бронштейн, что является само по себе невероятной совершенно чудом, и в литературе, наверное, встречаются считанные случаи. Я что-то как-то даже навскидку и не припомню. 72-х лет, практически слепая и глухая, она вспоминала события 50-летней давности. В 56-м году она начала писать эту свою повесть. Она вспоминала события из очень-очень далекой эпохи. Две жизни назад, что называется, говорят про такое. И она вспоминала из такой точности, которую, дай бог, каждому из нас, не знаю, в гораздо более юном возрасте, каждый персонаж, каждое реалие воспроизведены с любовью к этой жизни. Вот эта жажда жизни, она и есть, наверное, одна из движущих сил этой книги, позволяющих поколения сменяются за поколениями, а книга остается любимой. Почему? Потому что передана так, как никогда иначе. У меня есть, конечно, отдельные соображения по этому поводу, но я все их приводить не буду, я только скажу, что здесь очень важно нравственная составляющая, которая в дороге уходит вдаль, очень сильна. И, прочитав в юности будущее, комсомольцы, пионеры, иногда партийные деятели, прочитав в юности и про впервые, и про дело Бейлиса, и про Молтанское дело, и про Вильню со всеми ее, и про отца Сашеньки, вот этого еврейского врача, лечившего бедных, человек получал такую здоровую, сильную прививку вот этой нравственной чистоты, что потом уже, будучи, как я уже перечислял, пионером, комсомольцем, партийным деятелем запросто, или каким-то другим выдающимся человеком, что называется, он уже никогда не скатывался в кошмар, я бы сказал, советской тотальной лжи. Потому что истинная литература, как истинное искусство, как и истинная наука, в данном случае перед нами фактически научная работа, колоссальная, проделанная, она противостоит всем своим существам этому. И поэтому так важно, чтобы появлялись такие книги. Потому что вот это не просто воскрешение текста. Это если полистать, это целая эпоха, важная и чисто человеческая, уже не с точки зрения великолепных достоинств книги Бруштейн, допустим. То же самое делает Елена Катишонок в своей тревоге, «Жили-были старик со старухой», против часовой стрелки, когда уходит человек. Там у нас другой город, именно город с большой буквы, как писал Булгаков о Киеве. Там Рига. Но это эпоха, это старообрядческая семья, это совершенно особый быт и особая жизнь. И она воссоздана уже писателем, в данном случае, конечно, Катишонок, это художественный текст, а не комментарий. Воссоздана не менее глубоко и интересно. И вот важно, что огромное количество из этого всего я не знал. Ну, допустим, я что-то знаю об образовании в институте благородных девиц, куда поступает Сашенко. Я что-то могу из этого воспроизвести по памяти. Но я все равно всю эту атмосферу, скажем так, воспринимаю очень, и воссоздаю в своем воображении очень неточно, очень приблизительно. На этом и строится массовая культура. Все эти всевозможные псевдоисторические поделки, особенно киноподелки, когда, ну, клюква, ну, развесистая клюква, но работает, потому что у нас деталей в памяти нету, и мы не можем свериться с неким камертоном. Вот этот комментарий, это, конечно, камертон. Камертон настоящего подхода к книге. И сколько вы меня не убеждали, что знание всех этих деталей ничуть не прибавляет к художественному воздействию текста, сколько вы меня не убеждали, что это совершенно необязательно для любви к книге и для любви к литературе, я убежден, что такая работа должна быть проделана ко всем классическим текстам, что такая работа совершенно необходима. Ведь это не просто объяснение в любви к знаменитой книге филологическими средствами, но и некий клуб по интересам для всех отныне, и пока существует бумага на этом свете, значит, и не утрачена русская литература, как явление, да, отныне для всех будущих поколений, потому что такой комментарий, конечно, это памятник самой книге, и это диалог с этой книгой вечной. Вот что я хотел бы сказать об этом совершенно потрясающем издании. Меня такие вещи вдохновляют, они меня удивляют, что они существуют в наше время, и что они продолжают с такой любовью, с таким тщанием создаваться. Потому что это действительно знак того, что жива литература, жив к ней, это никакой не сухой вот этот вот засушенный литературоведческий, скучный подход, да, это живое, это возникло, еще раз повторюсь, из сообщества в ЖЖ, когда люди, по принципу не могу молчать, писали о своих воспоминаниях, о своих впечатлениях, о своих родственниках, предках живших там, и обо всем об этом с невероятной любовью и с точкой опоры всему этому послужила именно книга Бронштейн. Вот что такое этот комментарий. Это совершенно живое человеческое общение с книгой. И Илья Бронштейн свалится такими вещами, читайте его примечания к издаваемым им текстам, и, конечно, я думаю, что это великая работа, которая совершенно нужна в наши дни. Вот что я хотел бы сказать. Серия Руслит, издание фонда культуры детства, издательский проект А и Б, комментарий Марии Гельфонд к тревоге Бронштейн «Дорога уходит вдаль». Спасибо за внимание.